Современная молодежь не привыкла сидеть на месте. Сегодня все больше юноши и девушек, начиная со школьного возраста, стремятся к лидерству и самореализации. Именно для таких активных и талантливых уже два года в Волгограде и области реализуется программа «Основы предпринимательской деятельности со школьной скамьи». С каждым годом границы проекта расширяются. В прошлом году в программе принимало участие 110 школ Волгограда и области. В 2012 году это 170 образовательных учреждений. Особенность этого года – участие в проекте 60 сельских школ. Предложение организовать обучение предпринимательству в нашей гимназии было воспринято, можно сказать, с осторожностью. Сделали установку, что обучать в принципе надо 8-9 класс, потому что, чтобы подготовить данных детей к современным реальным жизни. Данная программа разработана Волгоградским институтом бизнеса совместно с Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области при поддержке районных администраций. Программа обучения старшеклассников позволит им узнать много интересного о деловой жизни страны, о законах, о правилах предпринимательской деятельности, узнать имена лучших российских предпринимателей, позволит оценить свои способности, свои навыки к ведению собственного дела. В нашей территории работают программы, я считаю, что для развития нашей молодежи это положительно. Интерес к предпринимательской деятельности растет с каждым годом. В 2012 году создавать свой бизнес научатся свыше полутора тысячи учащихся сельских школ Волгоградской области. Программа курса рассчитана на 2,5 месяца и включает в себя как теоретическую часть, так и бизнес-практику. Курс хорош тем, что он имеет действительно практическую направленность. Дети, получая теоретические знания на этих занятиях по основам предпринимательства, могут тут же на занятиях в ролевых играх применить свои теоретические знания. Кроме того, по окончании курса ребята должны будут представить и защитить свою бизнес-идею. В селе трудно найти работу, и многие люди у нас занимаются предпринимательством, это не секрет. И те дети, которые завершат обучение на этих курсах, пройдут этот курс, наверняка уже более грамотно смогут организовать свою работу, если они станут предпринимателями. Стать предпринимателем в молодом возрасте совсем непросто. Здесь нужны не только хорошие идеи, знания и финансовая поддержка. Предпринимательская жилка и ярко выраженная лидерская позиция. Вот качество будущего бизнесмена. Я с самого детства хотела быть руководителем, хотела иметь собственное дело, хотела, чтобы у меня были мои подчиненные, поэтому я записалась на курс АПД. В будущем я хочу стать организатором праздников и массовых представлений, поэтому в будущем мне это пригодится очень. Маркетинг, экономика, бизнес-планирование. Знание таких дисциплин включает в себя проект развития молодежного предпринимательства. Помимо этого, у ребят есть уникальная возможность поучиться ведению бизнеса у успешных предпринимателей районов. Среди педагогов программы развития молодежного предпринимательства есть как учителя школ, так и преподаватели института бизнеса. Что мы сейчас на завершающем этапе, нам, грубо говоря, осталось буквально две недельки поработать с ребятами. Значит, у нас будет первая отчетность. Мы будем проходить тестирование, уже как мы проходили его в начале, анкетирование, тестирование. И сейчас мы тоже, все ребята, которые ходят на курсы, посещают, тоже будут проходить тестирование. То есть мы, я так думаю, что выявить, какие же все-таки результаты, что они усвоили, какие полученные знания были. И, конечно, у нас написание бизнес-плана. В конце обучения каждому участнику предлагается разработать свой бизнес-проект. Ученицы девятого класса Елизавета Филиппова и Елизавета Парамзина решили далеко за идеями не ходить и взяли за основу одну из самых острых социальных проблем нашего времени. Это проект по организации детского садика частного. Мы решили, что это будет выгоднее, потому что в наше время сейчас проблема такая существует, что недостаток мест в детских садах. Сейчас начинающие бизнес-леди готовят свою идею для презентации в Волгограде. В нашей стране и нашему району нужны, конечно же, молодые инициативные предприниматели. Надеемся, что наши молодые предприниматели уже в стенах этой школы пишут свои новые бизнес-проекты. Открытие собственного дела сегодня стало одним из самых популярных молодежных занятий. У каждого из этих ребят есть шансы, еще будучи школьниками, заработать свой первый капитал. Без сомнения, среди них уже есть будущие успешные бизнесмены.